Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о философии сознания и о Деннете, современном американском философии сознания, очень известном, живущем и здравствующем ныне. И начну я, пожалуй, немножко издалека. Есть такое забавное кино, называется «Горилла среди нас». Это краткометражный фильм, и в нем, собственно, рассказывается и повествуется о двух спортивных командах, черные и белые, которые играют в мячики. Задача зрителя или наблюдателя, который сидит за экраном, посчитать, сколько мячиков посчитала белая команда, сколько черная команда. Как это связано с сознанием? Очень просто. Где-то посередине фильма на сцену выходит большая горилла, начинает размахивать руками и ногами, выделать всякие нелепые штуки. Подсчитано, что где-то около 70%, а может быть, даже больше наблюдателей, не видят этой гориллы. Исследуя подобные «иллюзии», в кавычках, сознания, Дэниел Деннет приходит к такому выводу, что сознание нас обманывает, сознание иллюзорно, и более сильный аргумент – сознание не существует как такового. Он исследует подобного рода иллюзии и задается вопросом, может ли робот или какая-то механическая конструкция написать или реконструировать вполне себе осмысленный текст. То есть такой текст, который создают авторы, человеческие индивиды. И Деннет предлагает рассмотреть такой случай. Ну, скажем, встречаются два друга. Допустим, я встречаю тебя, Давид, и говорю, давай сыграем в такую игру. Будем реконструировать осмысленный текст, но так, что ты мне будешь задавать вопросы, а я буду отвечать на них только «да» или «нет», и более никак. Если мы с тобой сыграем в такую игру, то ты удивишься, мы с тобой создадим достаточно интересный текст с интересным развитием событий, с сюжетом. И так получается, практически у всех, кто играет в эту игру, однако… А ты в этом случае исполняешь роль робота, я так понимаю? Нет, я могу руководствоваться вообще любыми идеями, да, почему я отвечаю на тот или иной вопрос «да», а почему «нет». Но если же я приму на себя как раз-таки роль робота, и, допустим, решу, что я буду отвечать ответом «да» на вопрос, который заканчивается, скажем, на букву «а», а на все остальные вопросы я буду отвечать «нет», то вот таким чисто механическим путем опять же будет реконструирован вполне себе осмысленный текст. На основе примерно таких рассуждений Дэниел Деннет делает вывод, что, как это ни странно, с автором в написании какого-то текста интересного или книги, или статьи, неважно, может быть и робот. К чему ведет Деннет и кого пытается опровергнуть Деннет? В первую очередь это обыденное или так называемое в кавычках «народное» представление о сознании, то есть наиболее распространенные какие-то такие мнения, да, суждения о том, что представляет из себя мое личное единичное сознание. Такую точку зрения также выразил и Декарт, философ нового времени. И, собственно, подход Деннета как раз-таки и направлен на опровержение так называемого картезианского театра, то есть, попросту говоря, подходу Декарта. Вот здесь сразу два вопроса возникает. Что это за обыденное такое представление о сознании, да, и как это связано с Декартом все-таки? Ну, Декарт, да и, впрочем, и обыденные все наши представления о сознании таковы, что мы воспринимаем свою личность, свою самость, свое «я», свой трансцендентальный субъект, если уж угодно, как нечто единичное, целостное. Вот мы представляем себя какими-то физическими организмами, в головах которых сидит какой-то маленький человечек, который является, который представляет мое «я», которым истекаются все потоки той информации, которая попадает ко мне в мозг. Я смотрю телевизор, я вижу картинку, слышу звук, анализирую то, что происходит на этой картинке, и это мое самое «я» анализирует все это, этот единый центр, да, мой «я» внутри у меня в голове, анализирует и делает какие-то выводы, суждения и так далее. На деле, заявляет Деннет, никакого картезианского театра, вот этого единичного «я», никакой самости, никакой целостной личности внутри нас не сидит. Наш мозг, говорит Дэниел Деннет, обладает параллельной архитектурой, то есть в нем могут обрабатываться несколько процессов одновременно. На деле одновременно в мозге обрабатываются сотни тысяч процессов. И, опять же, я повторюсь, никакого единого центра, такого главного человечка, да, бюрократа, который там сидит и собирает все бумажки от всех остальных человечков, то есть все потоки информации, которые выносят какие-то суждения, нет. Есть абсолютно независимые линии, я не знаю, как называются центры, если угодно, их много, и они обрабатывают информацию независимо друг от друга. Иллюзия сознания возникает в результате, я говорю медленно, потому что мысль длинная и сложная, но в основе своей она простая, в результате работы особой виртуальной машины, которая инсталлирована на параллельную архитектуру мозга, о которой мы только что сказали, которая имеет культурное происхождение и называется мемами. Очень распространенный термин в интернет-сообществе. Что он означает? Очень распространенный термин, и термин введен впервые Ричардом Долкинзом, в его такой очень знаменитой, очень шумевшей книге, которая называется «Эгоистичный ген». Долкинз, он философ и биолог в первую очередь. Что обозначают и что имеет в виду Долкинз, вводя понятие мема? Долкинз говорит, что животные биологически детерминированы. Поведение животных обуславливает их биологиям. Поведение человека отчасти обуславливает его биологиям, а отчасти обуславливает культура. Скажем, последнее в большей степени. Человек – существо культурно детерминированное. Что такое мем и как он свяжется с культурой и человеком, и его поведением? Мем, скажем так, это какие-то куски культуры, которые воспроизводятся в ней постоянно, которые мы постоянно воспроизводим и принимаем как очевидно данные. То есть достаточно близкое значение к тому пониманию, которое ты упомянул сейчас. С точки зрения когнитивистики, в частности Денета, мем – это та программа, которая настойчиво, просто настойчиво стучится к нам в мозг и требует своего исполнения. И мозг ее исполняет. Следующий шаг в рассуждении здесь такой. В процессе эволюции выживает тот, кто обладает или что обладает наиболее лучшими предсказательными возможностями. Как человек и человеческое существо может предсказываться? Согласно когнитивистике, в частности Денету, это деление предложил как раз-таки Дэниел Денет, предсказания могут совершаться тремя способами. Во-первых, это то, что называется физической установкой, то есть совершение предсказаний на основе знания законов физики. Если я поднимаю камень в своей руке и разжимаю свою руку, то, очевидно, зная законы физики, я могу предсказать, что этот камень упадет на землю. Так? Так нас учили. Так. Вторая установка, позволяющая нам предсказывать, называется дизайнерской установкой. Суть ее в том, что мы можем предсказывать появление тех или иных объектов или явлений, зная их внутреннее устройство. Например, зная устройство будильника и зная, что если поверну там какое-то колесико, я могу предсказать, что он зазвенит завтра ровно в 7 утра. Такова дизайнерская установка. И третья установка, позволяющая предсказывать поведение людей, собственно, живых биологических организмов, это так называемая интенциональная установка. Она приписывается одними людьми другим. Интенциональная установка – это, собственно, желание, убеждение человека. Мы же ведь их в процессе, ну, обычного разговора в обеденной жизни всегда приписываем другим, да, отличным от нас субъектам. Эти самые интенциональные установки. То есть я думаю, что он желает выпить кофе, и на основе этого я могу предсказать его поведение. Он пойдет и, собственно, нальет себе кофе и выпьет его. Так, ну вот у меня вопрос возникает сразу. Детерминированность физическая предполагает отсутствие свободы выбора, да? То есть у того объекта, который себя ведет как-то, да, нет выбора. Он не может себя вести иначе. Камень не может себя вести иначе, кроме как упасть, когда мы выпускаем. Вот человек, он пусть детерминирован не физически, не биологически, но культурно, да? Кометически как раз-таки. Да. Получается, если его поведение также детерминировано, он тоже не может выбирать, как поступать? Нет, ну разумеется, поведение человека детерминировано не физической установкой и не дизайнерской установкой, хотя отчасти, да, и чуть-чуть детерминировано. Но в подавляющем большинстве случаев человеческое поведение детерминировано интенциональной, да, установкой. Интенциональная установка, разумеется, и по всей видимости предполагает свободу выбора, на мой взгляд. Это несколько явлений, несколько отличных от физических процессов и явлений. Так вот, к чему нам было разбирать все эти три установки? Существуют такие случаи, когда интенциональные, то есть собственно человеческие установки мы приписываем неживым объектам. Например, компьютер. Я играю в компьютер в шахматы, и я приписываю, конечно же, ему эти интенциональные установки. Я думаю, ах ты такой секой, ты хочешь эту интенциональную установку меня обыграть, ты думаешь, как бы сделать успешный ход, чтобы меня обыграть и так далее. Но, разумеется, я никакого разума, рассудка, сознания, да, не приписываю этому самому компьютеру или программе, в которую я играю. Это такая техническая операция. Я приписываю интенциональные установки, интенцию, компьютер только для того, чтобы облегчить себе задачу предсказания его поведения. Так вот, может быть, мы приписываем интенциональные установки людям, то есть человеческим существам, также только из удобства, только для того, чтобы нам было удобнее предсказывать их поведение. Может быть, на самом деле их поведение совершенно не детерминируется этими самыми интенциями, желаниями, убеждениями. Может быть, мы можем описать, объяснить и, что самое главное, предсказать человеческое поведение, исходя из физической установки и дизайнерской установки. Может быть, человек это просто машина, может быть, человек это зомби, как говорит Дэнет. И Дэнет совершенно уверен в последнем. Он говорит о том, что знания о мозге человека сегодня находятся в состоянии несовершеннолетия. Они еще не очень хорошо развиты, но в будущем и в перспективе будущего мы, конечно же, расширим знания о человеческом мозге настолько, что сможем объяснять и предсказывать человеческие действия и поступки, исходя из только первых двух установок – физической и, собственно, дизайнерской. И никакие интенции нам не понадобятся, потому что это всего лишь фикция. То есть, согласно Дэнету, нет интенциональной установки, а значит, нет и сознания. Да, сознание иллюзорно – это полнейшая иллюзия. А приписывание интенции, интенциональных установок – это же такая операция, которая нам пока что удобна, да? Потому что мы очень мало знаем о мозге человека. Потом мы ее отбросим. Ну, Жень, правильно ли я понимаю, что Дэнет, отрицая интенциональную установку, отрицает и сознание, потому что сознание, основным, основным, наверное, свойством сознания является его интенциональность, да? И в связи с этим, поскольку мы не можем знать, да, ну, вернее, мы не знаем, да, есть ли это интенциональная установка у других людей или нет, да, мы лишь ее приписываем им, мы и не можем сказать, есть у них сознание или нет. Но при этом Дэнет сам верит, что нет у этой интенциональной установки, а значит, нет и сознания. Хорошо, а как обстоит дело тогда с нами самими? Ведь про себя-то мы знаем, есть у нас интенциональная установка или нет. Вот, я, например, считаю, что у меня она есть, значит, у меня есть сознание. Интересный вопрос. Я думаю, что с точки зрения Дэнета это всего лишь иллюзия, подобная той, вот если мы возьмем какую-то карандаш и ручку, кинем ее в стаканчик, она будет со стороны казаться искаженной, как будто бы сломанной, да, карандаш и ручка. Это простая оптическая иллюзия, говорит о том, что зрение нас обманывает, на деле все не так. Но есть иллюзии гораздо более серьезные, которые могут нас обманывать так, что мы даже не будем подозревать, что здесь есть, имеется иллюзия, да. На мой взгляд, с точки зрения Дэнета, вот эти видимость, да, и кажимость того, что у нас с тобой есть интенциональное состояние, это также одна большая иллюзия, обман, обман нашего мозга, ну, или чего бы то ни было другого, развеять, который пока что нам не удалось, да, как, собственно, и всей науке. Об этом ты и спор.